Хей-о-гэй, с вами Шамики, и, скорее всего, это у нас последняя заключительная серия. Потому что нам осталось только подняться... Нам осталось, в принципе, только забраться на крышу, уничтожить херню, и всё. Слишком большое свободное место. Что дальше? Как-то взрывы очень много наносить стали. Не думайте. Всем группам собраться у башни черного орда. Let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go. Перезаряжаемся, забираем патроны, бежим. Следите за ними! Каеф. Так, у меня ещё один выстрел в базуке есть. Поэтому, кто знает, что может быть. Ох, ты ж её плохо предчувствую на большей зонах. Группа Деккарда расчистила главный вход в башню. Всем частям! Говорит Лефей! Нарушен кордон безопасности. Блокируйте здание и уничтожьте непрошенных гостей! Блокируйте ICU Блокируйте! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Музей хотя бы то можно обманывать их и стрелять в спину... Надо было пулемет... Пулемет надо было зарядить... Прорвите их оборону, нам необходимо остановить эту машину... Продолжение следует... Давай еще вылетит... Так... Найдена... Не обсуждаем мне сигналы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот как раз и пули нашел... Как раз и патроны нашел... Для всего, что мне нужно... Пощады не будет... Убейте их всех... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже очень... Наверное... Я сказал бы... Так... Минотавры не смогли остановить вторжение... Захватчики проникли на нижний уровень... Запрашивая... Огненную поддержку... Да и разрешения на пуш... На пушечный обстрел здания... Никаких... Это все, чтобы я не дошел сюда... Как же вы меня ненавидите Аж обидно Я тоже не видел Докажите, что вы достойны жить в новом мире Они недостойны Сражайтесь, опять мы поставим на будущее человечества Так, Джей, я слышал, ты сегодня дежуришь в лаборатории Проверь, чтобы они, контроллеры, были подключены как следует А то Фрэнк чуть не погиб, когда устройство отключилось Но Боротень попытался сажать его на обед Ох, пулеметик, пулеметик Ну, здесь пулемет даже против людей, против мастеров хорош Но Оборотни быстро убивает Ну, минотавры Ну, блин, перезаряд медленно, да Но компенсация эта идет уроном Как-то долго едем Да, походу мы на крыше едем Неужели? Службе безопасности! Соблокировать лаборатории! Если мы не остановим Ли Фея, все будет кончено Привет Окей Я слышу ящерок Спасибо за просмотр! Удаюましょう! Как да, синий Кthrough Ход Удаю Сами Тихо Раз Тихо О, эти Ну, зараза. Вот уже 60 лет мы пытаемся достичь тех целей, которые не сумели добиться в 45-м году. И, наконец, победа близка. Никто не сможет усмотреть нашу решимость. Победа будет за нами, Лифей. Много когтей, значит, здесь оборотень. Что такое? Почему я слышу какие-то голоса? Типа со мной пытается этот разговаривать. Как он называется? Ковчег... Ну, не ковчег, как... Пандора. Опасно. Здесь очень много когтей. Так, любой ценой надо удержать силовой щит вокруг лифта. Это помешает противнику пробраться на крышу. Окей, это значит на крышу. Проход? Запомню. Запомню. Фу, я подумал, кто-то вышел. У меня аж сердечко хватануло немножечко. Немножечко-немножечко. Похоже на арену. Пошли. Только не говоришь, что мне нужно тебя прикрывать? Почти закончил. Подготовьте своей машине. Процесс запуска уже начался. К счастью, он слишком спешил, чтобы менять коды безопасности. Я могу открыть доступ к скоростному лифту на крышу. Лифт на верхнем этаже лаборатории. Он доставит тебя прямо в зал управления питанием. Иди вперед. А я включу камеры слежения, чтобы лифт тебя не обнаружит. Чего ты ждешь, да? Скорее в лифт. Уничтожьте совет! И обретите свободу! Или мы остановим черный орден? Или он нас уничтожит? Да... Я ожидаю большого... Я черного ожидаю волка. Просто минус 50 патронов, мы перезаряжаемся. Потому что мы же не знаем, что может произойти так, ведь... Лучше быть всегда в наготове, полностью заряженным. Чем не фулл-хпшный. Дэкхард, все камеры слежения отключены. Я иду следом. Доберись до полька управления и жди меня там. О, цвет меняется. Мы к крыше подвигаемся. Персоналу, приготовиться к завершающим этапам! Энерго-система в норме! Все показатели в пределах нормы! Анима-поток стабилен! Готовьте к завершающему этапу! Запомните эту минуту, господа! Так, там что можно отключить? Окончательная победа! Там все летит, там. Достойные займут свое место и станут правителями земли! Готовься к завершающему этапу поглощения. Если мы не остановим его, все создания на планете окажутся в его власти. Окей. Отсюда отключить машину нельзя. Нужно обесточить три узла электропитания вокруг центральной платформы. Тогда уберется щит, закрывающий ящик Пандоры, и ты сможешь уничтожить машину. У каждого узла своя панель управления. Если сможешь ее вскрыть, я подам на узел избыточную нагрузку. Быстрее, Декор! Время на исходе! Подожди, активируйте три панели управления на каждое из узлов питания, чтобы я отключил от защиты на поле Пандоры. Тогда ты сможешь уничтожить... Посторонние на пульте управления... Декор! Это ты? Либо я сильно недоценил тебя, либо мне стоило нанять более опытных убийц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну стреляй! Да, Боже! Готово! Я подойду напряжение! Подходи! Вехать! С центральной платформы снята защита! Чтобы уничтожить машину, сожги ящик Пандоры, аминь! Типа теперь не обратно, да бежать с ней? Ваши! Вот так, так, отдай еще энергии! Ты почти уцелик! Быстрее! Так, вот это вот херово уж и Так, вот херово уж и мы Gene Berthe Носность Готово уж а заиево Коннострация Я реагирую Ты сделана! Критический предел достигнет! Декард! Декард! Господи, как тебе удалось выжить? Я нигде не вижу Вивиан. Похоже, она сгорела заживо. Ящик Пандоры. Его раздробило на тысячи осколков. Без него невозможно уничтожить всех этих тварей. К счастью, у нас есть ты. Печать на твоей руке – последняя надежда. Помнишь, мы сканировали ее в своей штаб-квартире? Оказалось, в печати есть зашифрованное указание, как создать новый ящик Пандоры. Нам осталось лишь научиться читать их. Мне жаль, что так вышло. Но на уговоры нет времени. Имея в виду, это все во благо человечества. Вот так совет обернулся против Декарда. Лексингтон даже не дал ему рта раскрыть. Они схватили его и бросили в камеру, чтобы изучать, как подопытную крысу. Меня они, естественно, считали погибшей при взрыве машины. И, конечно же, думали, что сбежать Декарду не под силу. Сразу два ошибочных предположения, которые позже имели для совета самые неприятные последствия. Особенно, когда они, наконец, узнали правду о ящике Пандоры. И о том, как Декард намерен все исправить. Ну да, вот и, как говорится, конец. Что можно... Давайте я пропущу, чтобы было мотоцикл не было. А, ее пропустить нельзя. Если оценивать игру, в принципе, мне понравилось. В плане того, что даже если ты переигрываешь игру, да, то есть я уже несколько раз ее прохожу. Давно проходил диалог, все равно помню все, какие были враги, логово, локации, все, да, помню. Здесь большое количество врагов, да, здесь есть и мифологические существа, и об этом рассказывается. То есть здесь есть рассказ о врагах, их слабости есть. Также можно отметить локации, но в основном локации однотипны почти что. Метро, канализация, метро, канализация, кладбище, музей, нет, это был не музей, библиотека, храм, крыша, Лондон. Можно отметить некоторых воровов, именно красочных, это тот же Ктуху. И все. Боссы, ну здесь типа, боссы типа нет. Вот, босс можно считать это Ктуху, босса можно было считать в начале Минотавра, хотя нет. Что рядовой Минотавр, что обычный, как босса, урон принимал одинаково, поэтому Ктуху это единственный босс в игре. Я думаю. Большое количество оружия, ну в плане как большое. Граната, потом Коктейль Молотова, штурмовая винтовка, МП, базука, дробовик, сулемет, огнемет. Из этого только можно отметить полезность, полезность оружия. В начале это ПМ, автомат этот. Потом дробовик. С двумя оружиями ходим. Потом, если есть возможность, как раз я вот думал, типа с автоматом ходить, либо с пулеметом. Пулемет лучше, потому что у него больше пуль. Ну, 400 и там 450, да, меньше туда. Ну, магазин. И убойность пуль гораздо выше, поэтому пулемет, дробовик, это все, что вам необходимо в игре. И гранатомет, это когда его дается в берете вместо дробовика. По военности, самое вот, я считаю, топовым оружием, это пулемет, потому что он даже лучше дробовика. Он сносит всех врагов очень быстро. Также можно еще отметить то, как раз лабораторию, где показывали, как мобы между собой дрались, вообще все такое. А еще шулицы были. Музыка, атмосфера. Атмосфера пугает, особенно, когда мы первый раз встречаем призраков. Это довольно шутковато, на самом деле. Но все равно, как-то вот такие темные цвета, вот эти оттеночки. По сюжету можно отметить, да, сюжет как нестандартный, потому что не везде, ну, мало вообще используются мифологические, так сказать, сюжетные линии. Как, допустим, ящик Пандоры. Из ящиков Пандоры только можно взять, это игру и фильмы, это наме-эм, как-то. Моджо, не моджо, где вот это, короче, не кости кидали и попали в игру. Наподобие монополии, что-то такое. Баги, но баги были, получается, только в плане того, что... Я проходил просто некоторые текстуры, враги бывали застаревали в текстурах. А, еще из босса, скорее всего, можно считать босса, это голема. Голем еще качественней. Ну, что, в принципе, как-то так. Давайте я посмотрю, что у нас вообще тут есть. У нас получается один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять врагов всего. Ну, это только существа, да, то есть еще там враги, именно солдаты. Что можно отметить, это еще сообщения, которые можно понаходить, но они никакую полезность не несут. Типа, вот здесь какая-то астрофа, бла-бла-бла, полезность нулевая. Что значит пролог? О, мы с вами пролог не смотрели еще, ребят. Согласно древней легенде, ящик Пандоры был даром богов. Свадебным подарком хитроумного Зевса, который тот вручил с предупреждением не открывать ни в коем случае. Но, конечно же, любопытство Пандоры оказалось слишком велико, и она заглянула внутрь, тотчас же выпустив в мир людей всевозможные бедствия. Так гласила легенда. К сожалению, правда была еще страшнее. Настоящий ящик Пандоры был невероятно мощным устройством. Древние цивилизации вели между собой бесконечные войны за право обладать им. Но, в конце концов, тайное общество, именуемое Советом 98, сокрыло артефакт от всего мира. Веками он хранился в секрете, о котором знали только приверженцы Совета, сменявшие друг друга от поколения к поколению. В начале 21 века искатели сокровищ подняли со дна океана одну загадочную реликвию. Они не сумели установить ее происхождение и доставили для изучения в Нью-Йорк. Хотя об этом и не трубили на первых страницах газет, новость привлекла внимание Лефея, моего тогдашнего работодателя. Он был помешан на древней истории, в частности, на происхождение ящика Пандоры, и сумел распознать истинную природу этой находки. Лефей разработал план для Черного Ордена, как завладеть ящиком Пандоры, прежде чем Совет успеет что-то предпринять, и нанял посредника, о котором те ничего не знали. Чарльз Деккард был вором-профессионалом. Он продавал свои услуги тому, кто дороже заплатит. Этого наемника Лефей сделал пешкой в своей изощренной игре. Суть которой открылась мне лишь когда я отвезла Деккарда в музей, где хранился ящик Пандоры. И это положило начало цепи событий, навсегда изменивших наш мир. Мы, кажется, это не смотрели, да? Я, типа, еще удивился, откуда, типа, мы знаем о девку и мужика или фее. Ну, а теперь понятно. Ладненько, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. У-у-у, не туда зашел. Закончил. Пойду, короче, в загрузка... ...проу... ...этих... ...белав. Я хочу посмотреть, сколько вообще здесь... ...сколько здесь у нас эпизодов. Эпицентр, побег, все падает, полнолуния, пули и кровь. Ну, если смотреть, тут не так уж это... ...много, типа... ...эпицентр, но это, типа, библиотека и все такое. Побег, это, типа, метро. Это когда мы вышли из метро. И это у нас кладбище. Это собор. Лаборатория. Город и финальная локация. Ладненько. Поэтому как-то так и всем... ...пока.